В зале студенты ВУЗа, курсанты военно-учебного центра ОГУ. По видеосвязи эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и даже Республики Дагестан. Тема форума выбрана не случайно. В мире давно говорят о глобальной безопасности. Слишком разными и непредсказуемыми могут быть вызовы современности. Как обезопасить нашу страну сегодня – главный вопрос. Но ответить на него невозможно без анализа прошлого, уверен доктор исторических наук Дмитрий Сафонов. Не забывайте дни вчерашнего, позавчерашнего. Ибо опыт – это великое дело. Знание об опыте тоже просто-напросто необходимы. Как, впрочем, и знание о тех людях, которые этот опыт формировали. В ходе форума звучат две юбилейные даты – 110 лет со дня рождения Юрия Андропова и 50 лет со дня образования и управления А – Центра специального назначения ФСБ России. Именно Андропов, будучи председателем Комитета госбезопасности СССР, создал особое антитеррористическое подразделение «Альфа». Эта группа существует и сегодня, является лучшим антитеррористическим спецподразделением не только в стране, но и в мире. За время существования группы оперативниками проведены сотни боевых задач. В том числе группа «Альфа» принимала участие в освобождении заложников в Буденовске, в театральном центре на Дубровке, в Беслане. Спасены тысячи жизней. Она была создана в бытность руководством Юрия Андропова, комитетом госбезопасности. Это было очень давно, 1974 год. Она была создана, и ее опыт используется сейчас, и использовался на Северном Кавказе, в других регионах нашей страны и за рубежом. Участвовали в двух военных кампаниях на Северном Кавказе и Афганистане. Валерий Захариков – полковник ФСБ в отставке. Он сам прошел Афганистан. «Одна из сложных задач была вывести наших ребят без потерь», – говорит Захариков. «На груди государственная награда – Орден Красного Знамени». Полковник в отставке уверен, большое внимание нужно уделять подрастающему поколению. Молодежь нужно воспитывать, начиная в семье, в школе, в университете, проводить такие вот встречи с ветеранами, с сотрудниками правоохранительных органов, для того, чтобы молодежь понимала и правильно реагировала на все это. Научить молодежь ориентироваться в информационном потоке, отличать вбросы и провокации в современной информационной войне, ну а главное – воспитывать чувство патриотизма. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно в этом и заключается основа национальной безопасности всей нашей страны. Наталья Мороз, Олег Берендеев. Новости дня.